Может быть разместить детскую площадку здесь? Я сейчас не на чем не настаиваю. Я просто озвучил некое предложение. Я попрошу, там, в неделю, срок, вот, Людмилу Васильевну Лернеру отработать вместе с старшими по домам, и вы примете решение. В городской среде неприхотливый советский человек чаще всего относился без особых претензий. Была бы скамеечка у подъезда, где можно посудачить о том о сём. Грибок в песочнице уже хорошо. Такие явно устаревшие стандарты сегодня не устраивают жителей Подмосковья. Люди справедливо считают, что пришла пора перемен. Все дома здесь сходятся, и очень большие дети занимают территорию футболом прямо на детской площадке, где горки. То есть я не могу с маленьким ребёнком, я не могу выйти туда. Нам приходится вот тут вокруг кругами ходить, потому что невозможно. У нас, конечно, очень много претензий по стояночкам, которые люди уже присваивают себе номера. Пожелания и требования жителей тщательно протоколируются сотрудниками администрации для дальнейшей их проработки. В этом полевом штабе слышат всех. Во-первых, они толковые пожелания и нужные, грамотные для людей, которые здесь живут. Живут постоянно. Однако некоторые чаяния жителей достаточно парадоксальны. Касается это зелёных насаждений у жилых домов. Попросту говоря, деревья под окнами – это хорошо или плохо? Ответы у всех, как оказалось, разные. Все эти деревья, в общем, я при свете сижу днём и ночью. А люди на третьем, на четвёртом этаже, бьёт аж в окна. И одна женщина чуть не упала, ломала ветки. И это дерево надо снести. Мы приехали, когда здесь, естественно, повысили деревья для себя. Тут такой зелёный дворик был. То есть вы за деревья? Мы за деревья. Как быть, когда одни за, а другие против? Опираться в этой ситуации нужно на демократические принципы. Предложили провести опрос. Если жители будут за то, что данные зелёные насаждения, которые сегодня нормативно не соответствуют требованиям, необходимо вырубить, пожалуйста, принимайте решение, общее собрание. Большинством голосов мы обеспечим соответствующую вырубку. Если нет, то тогда мы проведём санитарную обрезку деревьев, потому что кто-то просит просто уменьшить количество веток на данном дереве. Некоторые требования, вернее одно, поставило в тупик даже нашу видавшую видосъёмочную группу. Лифт обязательно. Пятиэтажки? Да. А почему в Москве трёхэтажный? Почему бы нет лифт на пятый этаж? Где-то можно с каким-то выносом. Вот уже не доходим, возраст большой. Тяжело ножки не ходят. Очень бы рады. Как бы там ни было, в этот день были выслушаны все предложения. Решения по всем вопросам принимались коллегиально. Это главный принцип работы администрации. Илья Кремнёв, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова